и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа мы проходим специальный мануальный массаж это благотовительные техники к мануальным воздействием и сейчас мы будем проходить сет номер четыре это локтевые техники в которых уже будет процесс декомпрессии и процесс мануальной правки то есть можно услышать хруст ну вот на чем мы закончили кулачковые техники мы съехали с крестца захватили отростки раскачать дополнительно тело человека в этом тоже уже может быть хруст и переходим к локтям входим локтями тело человека и боков смотрите заранее чтобы у вас были намазаны локти перед процедурой прием называется нож входит в масло тут надо вам попасть смотрите между плавающими ребрами и гребнем подвздошной кости расстояние небольшое гребень идет получается по диагонали то есть нигде ягодица заканчивается чуть выше вы можете нащупать чтобы по нему ни в коем случае локтем не попасть входом смотрите медленно получается от узенького пальца дошли решили 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 и дальше локтем но самим актер косточка да во первых любим по костям это больно вот поэтому помякать рядом вот сантиметре два три отсюда отступаем да и во вторых смотрите по человеку кто-то терпит локтя да можно там почку в принципе задеть да а кто-то нормально терпит да тогда можно до конца дойти но если до конца можно так остановиться если до конца то вы доходим до сюда и раздвигаем таз в сторону теперь вторая рука пошла и достаточно сложно потому что тут мы раздвигаем видите таз а тут я ребра раздвигаю в сторону ну заодно мы массируем квадратные мышцы поясницы и косые мышцы раздвигаем их и теперь прием такой сложный здесь мы ставим на локоть и саму ягодицу по кругу разминаем локтем вот вот косточки до к этой точке мы двигаемся то есть концентрические круги такие получается большой поменьше поменьше еще поменьше а вторая рука вот момент ушла вот сюда и разминать трапецию лапа леопарда вот мы захватываем и разминаем это параллельно делается двумя руками ну чтобы не бездействовала вторая рука мы ее тоже будем использовать далее мы локтем рисуем вдоль мышц четыре полосы а этим кулаком зажимаем между параллельными мышцами естественными отростками и в обратную сторону раскачиваем человека большим пальцем с противоположей стороны тоже придерживаем систо отростки вот мы их хватили вот так вот именно систо отростки то есть нас тут интересует воздействие на кости не на мясо а именно на кости и так показываю еще раз но пошел масло раздвинули концентрические круги и теперь параллельные линии спускаемся сюда опять сливаем воду со шлюзов в паховую зону и теперь все огромную массу ягодичных мышц то есть все три мышцы малую среднюю большую ягодичную вот так вот спирали видно восьмерка называется движение прорабатываем поставили теперь над косточкой то есть вот сантиметр два-три да помнишь у нас тут под гранали и пробиваем в таз чтобы опять не было больно да берем не по косточке а как бы небольшой валик из кожи делаем вот такой и локтем бьем через этот валик заодно это движение может дать вам как бы диагностика если будут покалывания в пояснице соответственно это человек грыжа далее от это же мы будем вернулись в исходную точку и отсюда пошли с утяжелением второго ответили у меня находится массируем всю спину широкими кругами такими такую спираль рисуем спираль рисуем с каждой стороны по-своему потому что когда мы подходим к позвонку ближе до нас должно движение идти вверх то есть не вот так вот вот так вот так вот так вот смотрите по человеку если он выдерживает может прям острием локтя да если не удерживать можно вот этой между двумя косточек да если еще полегче хотите сделать да нужно этим треугольником большие круги нарисовали потом малые круги обходы плавающие ребра и почки и тут уже мы начинаем воздействие более жесткое а именно нас интересуют реберно-поперечные сочленения вот эти вот то есть мы рисуем педальки и как бы утыкаемся в них раз два три четыре пять а с этой стороны будут в эту сторону примерно смотрите где вот остистые отростки да идут от них два пальца вкладываем выше идет вот этот поперечный отросток мы в него и целимся собственно говоря если видно что у человека какая-то проблемка да вот конкретно прямо видно что-то выпирает немножко с этой стороны посильнее подавить как добавить силы это своим корпусом и головой не киваем прям головой голова как маятник соответственно помогает походим назад и рука превращается в рубанок можно захватить так можно так захватывать неважно я пойду на стежу дуба натираем продольное стирание теперь поделим по 40 градусов разворачиваемся ягодицу отодвигаем в сторону квадратную мышцу отодвигаем в сторону кратчайшую продвигаем и поднимаем и теперь тапецевидно работает все дискорпус видите насколько энергично тапецевидно мышцы идет вот так вот да и вот сюда под углом поэтому в ту сторону теперь угодицы растут сюда понимаете да почему менять угол далее вторая рука подключается прямо того места где мы остановились мы продолжаем второе движение теперь параллельно вместе с шеей параллельно растираем весь корпус встали в той точке где остановились и теперь запускаем лодочки вот этот вот линия позвоночника считать что это причал от причала ставим лодочки первая лодочка мы уперлись вот этими косточками мизинцев в тазовую кость и в плавающие ребра неподвижное но мы как бы тяните не тянем как пружина стараемся квадратные мышцы раздвинуть квадратная мышца она соединяет нижние ребра с тазовыми костями соответственно она идет вот так у него мышцы идут и вот так подигонали и вот так подигонали вот мы его раздвинули дальше с выдохом идем разжимаем ребра опять плавачи пропускаем движение очень короткое но в тело в тело в пивом а теперь выстрел пошла регата яхт первая яхта глубоко пошел шлейф воды до раздвигающий тело вторая яхта прошла третье четвертое то есть опять делим на условно говоря четыре прохода 4 получается с лопаткой да потом на три прохода потом на два прохода потом на один проход и дополнительными руками подхватываем бок до и буквально стягиваем вот как растянули далее пошла уже мануал так скажем самые верхние точки за которые можно держаться будут лежать локтем упор делать это вот гребень и центр копчика получается то что я вам говорил вот точки камня преткновения базис крестца мы все что вверх все кости двигаем выше которые вверху мы двигаем выше все что ниже двигаем вниз поэтому подигонали уперлись второй рукой обошлись и раскачиваем теперь просто на фазе с растяжением декомпрессии следующий прием переходим сюда уже держимся только за одну косточку вторую локацию ближе и с выдохом головой качать чтобы посильнее было всего перехода в плечу на уташе рука догоняет эту руку трапецию и дальше мы в следующем сете перейдем уже отдельно к работе с лопаткой какие здесь еще нюансы ну соответственно поставить локти как можно ближе ставить да с давлением то есть у нас корпус тела давит на верхнюю руку а это упор делает в обратную сторону растягиваем декомпрессируем ну а остальные нюансы вы узнаете тогда когда придете на тренинг мы здесь поставим руки вы оточитесь и вы идете дипломированным специалистом поэтому видео можно смотреть ставить лайки но лучше всего проходить все на практике